Вроде запасы газа много, нефти много, а электричества много. Мы построили даже за эти 10 лет несколько энергоблоков с американской компанией General Electric. У нас есть быток электроники. Ну что мы будем ее держать? В виде зарплаты улучшить жизнь людей не было возможности. Не было валютных резервов. Поэтому, сохраняя тот же возможный уровень заработной платы, мы решили увеличить социальную защищенность людей. И это было оправданно. С нами никто не соглашался. Бесплатный газ, как это? Но я всегда мотивировал, что это бесплатный газ. Они воровать не будут, в мешках там, в Россию не увезут. И прятать не смогут. Все будут брать только то, что необходимо в быте. Другого не возьмут. И электричество тоже самое. Поэтому нормировать не надо было. Просто надо социально вопрос решить, чтобы и быт у людей улучшился. Чтобы они могли горячей ладой мыться. Ради этого стоило нам рисковать на это? Конечно, Международная организация валютно-финансовая, они не понимали этого. Все говорили, ну не бывает ничего бесплатного. Это не бесплатно. Это доля каждого жителя Туркменистанца в недрах, в богатствах государства. Они природные богатства. Это не созданные руками. Поэтому я считаю, что те подземные запасы газа, производимые электроэнергии за счет дешевого газа, в этом есть доля каждого гражданина Туркменистана. И мы им дали возможность использовать свою долю. Но это очень сильно отразилось на менталитете людей, сознании. Они поняли, что тут заботятся о них. Они поняли, что что-то для них хотят сделать. Каждый наш национальный нравы, обычай, они веками проверены на цель. И они побудительно воспитывают этого человека.